Всем добрый вечер! Сегодня у нас 18 декабря, в воскресенье. У меня выходной. Так, завтра тоже выходной. Кажется. Так, 21 я работаю. 23, 25, 27, 29. Потом мы 3 дня отдыхаем на Новый год, по первое. Второе работаю, 4, 6, 8, то есть почёт нам в январе. Так, Филюша пришёл. Кушать захотел, бедненький. Так, время у нас 5 часов вечера. Вот так не успеешь оглянуться. Уже день прошёл. На улице темно. Так, гирлянду что ли включить? Для настроения. Так, кажется, я выздоравливаю. Подправливаю потихоньку. Позавчера начал кашель, начался небольшой. Но ночью сильно кашляла, днём вообще не кашляла. Ну, немножко ещё осталось. Короче, антибиотик начала пить, амоксиклав. 5 дней надо пить. Вот уже 2 дня прошло, ещё 3 попью. Ну, и думаю, кашель пройдёт полностью. Так, это мукалтин. О, ремонтодин, это, как это, для профилактики от гриппа, это мне не надо. У меня не грипп, во-первых, простуда. Кстати, мне сейчас надо давление измерить. С утра измерила, вроде нормально было. Недавно измерила 135 на 85. Получается, что повышенная чуть-чуть. У меня весь день болит голова. Причём с самого утра. С утра давление измерила, вроде нормальное. Поэтому таблетку пить не стала. Я выпила этот, как его, парацетамол, таблетку выпила. Думала, поможет. Но башка всё равно продолжает болеть. Сейчас, короче, измерю я давление. Если будет опять чуть-чуть повышенное, выпью полтаблеточки. Как же он называется-то, я пью. Сейчас я его найду. Ана-Лаприл, Ана-Эна-Лаприл. Вот что я пью. 10 миллиграмм, полтаблетки. Сейчас измерю давление. Если оно у меня повышенное, то выпью. Так, на улице немножко просветление. Посветлее стало. И снег прекратился. Весь день шёл снег. Такие сугробы. Ну, так-то вот, да, машинам тяжело передвигаться. Так-то проезжают, надо дороги чистить немножко. А всё остальное не очень. Ну, надо же, 5 часов уже темно. Да уже полчетвёртого темнеть начинает. Так, когда у нас там самый короткий день, там, 21-го или 22-го, да, самый короткий день, самая длинная ночь, вот 22-е, 23-го полнолуния, по-моему. Потом день начнёт потихоньку прибавляться. Особенно это заметно становится, что день прибавился, где-то после январских праздников уже день начинает прибавляться. Будет посветлее, и это радует. Да, в этом году самое такое... Вот почему все под Новый год, ну, как бы, под Новый год, вот как раз ближе к Новому году, вот где-то 22-го числа, я даже по себе чувствую, постоянно испытываешь какой-то напряг. Это, как бы, самая низкая энергетика, самая длинная ночь, то есть это самая нижняя точка, темная такая, когда темно. Это, как бы, день короткий, это самый тяжёлый день, 22-го декабря получается. Он маленький день, короткий. И вот тёмные силы очень активны, когда вот эта низшая точка. Потом начнётся прибавляться день, будет светлее, и как бы... И все мы, вот, вы заметили, что после новогодних праздников мы все, после 31-го декабря, 1-го, 2-го, как бы, вот такой выдох получается. То есть вы вдохнули перед Новым годом, ну, как бы, из последних сил там собрались, все дела доделали, долги отдали, к Новому году подготовились, Новый год всё ночь, на годнюю ночь всё съели. И 2-го числа 1-го утра проснулись, выдохнули с облегчением, что, слава Богу, Новый год прошёл, начался Новый год, у вас новые планы, новая жизнь, новые всякие там эти надежды на лучшее. Вот, я вот тоже на себе испытываю под конец года всегда какую-то тяжесть накопившихся проблем, ну, усталость какую-то вообще. Филь, ты чё тут сидишь? Слушаешь, да, что я тут вещаю? Да, Силюшечка, Силюшечка, Плюшечка, сидим. Ну, что, Котя. Чё у тебя хвост трясётся? Еда у тебя есть. Вот, что я буду кушать, неизвестно. Как-то... Ну, вот, кашель чуть-чуть остался где-то в горле, немножко совсем. Ну, надо что-то такое поесть, чтобы горло не раздражало. Очень хочется скумбрии поесть, но... Нежелательно. Во-первых, у меня давление повышенное, мне солёное нельзя. Борло болит. Грибы, вот, ещё пеньгоны жареные есть. С гречкой можно поесть. Вот, чай с лимоном можно попить. Ну, ладно. С продуктами. Может, завтра схожу, если получше, я буду чувствовать. Может, ещё кто-нибудь сходит, не знаю, посмотрим. Так, сколько там градусов? А вот градусы почти не меняются. Где-то сейчас минус 4, а вот все эти дни минус 3 было. В общем, температура на улице держится в районе минус 3. Чё там так шумит на улице? На стройке, наверное, чё-то копают, там сваи вбивают. Такая настоящая зима. Кто хотел зиму снежную? Вот она вам, пожалуйста. Москву всё засыпало. И проехать не пройти. Кто хотел снега? Я хотела. А то голая земля меня тоже раздражала. Теперь тяжело ходить. Ребятки, скоро Новый год. Год закончится, год доработаем, денежки получим перед Новым годом. Зарплату дадут до новогодних праздников. Сразу и аванс, и зарплату получим. Может быть, даже и пенсию январскую раньше дадут перед Новым годом. Так что в этом смысле декабрь хороший месяц, денежный. А как бы, вот январь в этом смысле не очень. Потом аванс-то будет только 20 января. Ещё его заработать надо. Надо январь отработать. Оставшиеся дни. Но у нас нет 10 дней праздничных. Мы работаем через день. У нас совсем другой график. Так, ладно, ребятки. Мне сейчас надо давление измерить. Измерю давление. Если оно есть, выпью пол таблеточки. Может, мне полегчает. Интересно, можно ли пить чай, когда давление повышенное. Но голова что-то болит. Процетамол мне не помог. Поэтому, наверное, у меня всё-таки давление повышенное. Надо другую таблеточку выпить. Кстати, мне ещё в 4 надо было выпить этот антибиотик Амоксиклав. Забыла выпить в 4-3 раза в день. Короче, сейчас выпью. Надо чем-то заесть. Ладно. Пора мне таблетки пить. Долечиваться. И давление надо измерить. Вот так вот болеть-то невыгодно и не хочется. Ну, слава богу, вроде уже выздоравливаю. Вчера вообще хорошо себя чувствовала на работе. Если там позапрошлую смену у меня как-то насморк был. Хорошо, что я одна там сидела. Вот. То вчера, в прошлую смену, вчера, да, вообще хорошо было. Уже чувствовалась разница. Уже было намного легче. Так что всё. Сейчас я за выходные долечусь. Всё будет нормально. Вот если бы я... Я просто... Сегодня можно было бы в кино сходить. Но так как я ещё долечиваюсь, в кино решили не ходить. Вдруг я там кашлять начну. Да и вообще по холоду ходить. Мы пешком ходим через лес, в соседний микрорайон. Даже в соседний... В соседний... Ну, там как-то село, деревня Путилково. Путилково это что? Какое-то поселение Красногорского, другого района даже Красногорского. Вот. Мы туда в кино ходим, через лес, в соседний населённый пункт. Вот я всё-таки сегодня не рискну лить, потому что я ещё не долечилась. Потом. Продолжение следует...